35 часов. Понадобилось аварийно-спасательным службам городского округа, чтобы потушить пожар в офисном здании на Первом Советском переулке. Возгорание произошло утром 22 сентября. На экскурсии по спасательной станции Центра гражданской защиты не на словах, а на деле. Ребята узнают, каково это быть спасателем, работать в экипировке с тяжелым оборудованием. Такая возможность выпала и учащимся 5-го Б-класса гимназии номер 6. Это очень сложно. Спасатель – это герой нашего времени. Он может быть сильным, выносливым, быстрым. В этом году в 5-м Б пополнение в класс пришла Мирослава, которая уже больше двух лет является активным участником корги-отряда, созданного на базе Центра гражданской защиты и объединяющего любителей четвероногих друзей со всей России. Тренируется среди ребят, участвует в массовых мероприятиях, участвует в роликах и она просто молодец. Вот эти занятия – это очень полезно и очень развивающе. И многие узнают очень много нового из-за того, что спасатели все время что-то показывают. Своё оборудование, свои машины. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас здесь за оборудование и для чего оно нам нужно. За три года экскурсии по спасательной станции стали традицией. Еженедельно школьники получают здесь жизненно важные знания и навыки, которые могут пригодиться в любую минуту, чтобы помочь себе или окружающим. Все, молодцы, вы передали скорость, все, вы герои. Сотрудничество Центр с образовательными учреждениями округа началось с инициативы директора Щелковской гимназии номер 6. Именно она три с лишним года назад, чуть больше трех лет, первая придумала формат наших встреч, неформального общения вместе с нами. Детям это очень нравится. По результатам мы беседуем, мы разговариваем, мы делимся впечатлениями. Много детей уже побывало здесь. Мы благодарим нашу службу спасения в лице Леонида Юрьевича Киселёва, которая предоставляет нам такую важную, поддержала инициативу, развивает её. В жизни всегда есть место подвигу, но эти люди, которые относятся к своей работе как к работе, а не как к подвигу, дети видят, что это на самом деле истинные герои. Им большое спасибо за всё, что они делают для нас, а самое главное для подрастающих поколений. Важность работы с подрастающим поколением наши спасатели оценивают не менее высоко, чем непосредственно работу на местах, потому что, как никто другой, хорошо знает, беду легче предотвратить. Когда человек оденет эту боевую одежду пожарную, да, пусть они не по размеру, оденет эту каску, попробует пробежать, потушить, он невольно задумывается о тех возможных последствиях того же пожара, какой-то ситуации, да, но стоит это делать или нет. Наши все профилактические мероприятия, которые проводят, они дают большую пользу, потому что в плане потеряшек количество уменьшается, в плане противопожарной подготовки там и перед сезонами тоже много. Начало плавательного сезона тоже в этом году меньше, чем обычно люди пострадали на воде. Я считаю, что это очень важный момент, потому что легче предупредить, чем потом ликвидировать. Это вот основное правило. Просветительско-профилактическую деятельность сотрудников Щелковского центра гражданской защиты высоко ценят не только в нашем городском округе, но и далеко за его пределами. Сегодня в числе желающих приехать на территорию самых сердечных спасателей, жителей соседних муниципалитетов и даже других регионов. Виктория Мелик, Александр Оржевский, Щелковская телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова